Добрый день всем. Мы продолжаем наше чтение книги Равашкин Ази Монитур, который начали в прошлый раз. Нет, не прошлый, позапрошлой. Я и с помощью Андрея мы продолжим, сейчас я поставлю текст, мы попробуем. Видно, не видно? Пока нет. Нет, не видно? Сейчас она запускается. В прошлый раз мы говорили о свободе воли, о поразительном понимании, которое следует из разбора первого стиха книги Бориши, в котором мы видели воочию идентичность полную между божественным указанием о создании света и реализацией, что мы не увидим дальше ни на каком этапе творения. И именно в этот момент человек, который действительно раздумывает о глубоком смысле того, что нам рассказывается, должен спросить себя, вообще зачем говорить о том, что стал свет. Мог бы Бог сказать, и сделал Бог свет, сказал Бог, станет свет или стал свет. Но зачем именно в этот момент, когда реализация полностью идентична планированию, зачем нам было говорить об этом? И уже в этот первый же момент мы понимаем, что у света, так же, как у всего другого творения, теоретически, была свобода выбора. И свобода выбора, как правило, как закон, как общая основа творения, это проявляется уже в первом стихе. Да, свет был именно такой, каким он был запланирован, а мог бы быть и нет. И этот вопрос свобода выбора все время важен в прочтении Писания. И это важное место в учении монету, понимание того, что свобода выбора определяет будущее мира. Свобода выбора человека. И в данном случае на это оплетворение свобода выбора материи. То есть это первичная материя, которая берет свое начало вне мира, от света инцов, допустим, от бесконечного света. Но этот свет, который светит изнутри нашего мира, у него уже есть свобода выбора. И мир бы мог сложиться, если бы природа, материя выбирала иначе или делалась иначе. Весь мир бы выглядел иначе, вся структура мира выглядела бы иначе. И поэтому нам так важно взглядываться в то, о чем нам рассказывает первая глава Брешин. И добавляет, мне кажется, мы это не читали, эту поразительную идею невозможно понять ни на основе переводов Танаха, ни тогда, когда мы читаем Тору привычным образом. Когда читатель, привыкший к чтению Торы, впервые пытается прочесть Тору ивритскими глазами. То есть ивритский – это не на иврите только, а понять значение библейского иврита в другом месте. Я не помню, в каком. Рабушкина заседала на то, что на самом деле в его поколении, в поколении преподавателей и Торы, религиозных евреев, мало обращают внимания на этот библейский иврит, на его истинное значение. Мы привыкли к комментариям, мы привыкли к стандартному пониманию. И он приводит там пример, он говорит, что с одной стороны классические комментаторы, они иногда отклоняются от идеи понимания, правильного понимания писания. А с другой стороны, исследователи Танаха не религиозные, они действительно часто озабочены истинным значением слов, оригинальным значением слов и значений. С другой стороны, они не относятся к Торе как к откровению, и поэтому они могут давать неверные толкования со своей стороны. И когда человек пытается прочесть Тору ивритскими глазами, он обнаруживает, что имеет дело с категориями писания, не имеющими ничего общего с тем, что он привык думать и знать. Потому что уже проложены какие-то колеи, и мы повторяем то, что мы когда-то слышали, то, что, скажем, религиозно в семье ребенку сказала в детстве его воспитательница. А для взрослого человека эти понятия должны означать больше, глубже и совсем то, что для ребенка сказано. Такой читатель должен отбросить все свои старые стереотипы, привычки и предрассудки, которыми он завелся, оторваться от знакомого, известного ему, и совершить природу сокрытой. Ну, сокрытой здесь он имеет в виду сокрытой не в смысле тайны, а в том, что оказалось сокрытым в силу определенных причин. Как из-за того, что, так сказать, изначально не было открыто, не дошло еще до такого уровня, чтобы глубоко это понимать. Так и из-за того, что некоторые представления укоренились неверные, укоренились в народе, и они не всегда правильные. И с этим сталкиваются, на самом деле, каждый день. Особенно, надо сказать, неправильное представление о иудаизме имеют люди нерелигиозные. Даже те, которые хотят его защищать, иногда говорят совершенно потрясающие вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью. На этой точке кто-то хочет что-то, может, добавить или сказать? Возразить? Я могу сказать коротко, что действительно, когда я начала, ну вот муж мне сказал, ты посмотри иудаизм, там вот как раз взгляды такие, как у тебя, религиозные. Они действительно радикально отличаются от тех же православных, христианских, и они гораздо более, я не знаю, уважительны к человеку. Человек в иудаизме – это единица самостоятельная, имеющая выбор и строящая свою жизнь по своему выбору. В то время как в том же православии человек, ну даже вот подставь правую щеку, он не имеет права выбирать, по сути. Он постоянно находится в немного приниженном состоянии. Тогда как в иудаизме совершенно мало. Это я не могу, не знаю. Ну, может быть. Это принимаем ваше, так сказать, субъективное мнение. Я просто не специалист по христианству совершенно, и не могу сказать, насколько это точно. Но если дается у человека такое мнение, то это существенно. Это одна из вещей, которые в дальнейшем Рам будет упоминать. В чем критерий истины? Это довольно интересно, мы до этого дойдем. Спасибо. Еще один пример, демонстрирующий эту идею, можно привести из следующих стихов. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пустая и хаотична. Мы уже об этом немного говорили. Бог сотворил мир и получился хаос. Это не логичная ситуация. Ну, да, действительно, это не логично. Бог – это Бог, это Творец, это Всемогущий Творец. Это как бы аксиомы, из которых мы начинаем. Хотя об этом ничего вроде повторения не говорится, но это подразумевается. А иначе мы не были бы монотеистами в полном смысле этого слова. Поэтому как так Всемогущий, добрый, желающийся хорошего Всевышний создает мир, в котором хаос? Если Творец Всемогущий, откуда вдруг взялся этот хаос? Почему этот всемогущий Творец не сотворил мир совершенным и организованным с самого начала? Это из тех сюрпризов, которые ожидают того, кто читает Тору наивными глазами. То есть без предубеждений или предварительных мнений. На самом деле, всех, кто начинает читать Тору, даже если они, так сказать, не важно, в каком мире они выросли, у него уже есть какое-то представление, он уже знает. А Земля была пустая, шаотичная, неважно где, это всюду. Настолько понятно, настолько мы к этому привыкли, что вопрос здесь не сдается. Ну, она такая, все, как надо, наверное, да. Зачем тогда нам об этом рассказывать? Какой это имеет смысл? Это все вопросы, которые человек должен, так сказать, прорабатывать внутри себя. И в конечном итоге, конечно, мы не то об этом будем говорить, но он с самого начала хочет нас убедить в том, что эти вопросы человек должен себе задавать. А если не сдают, значит, все-таки уже все не в порядке. Как может быть, что когда творец что-то творит, получается хаос? Почему мы не распознаем вопросы, которые возникают в каждом стиху Тору? Потому что мы перестали читать Тору на святом языке. Только на святом языке можно по-настоящему изумиться. На всех других языках, включая иврит, люди верят. Если кто-то может тут что-то добавить. Действительно, это интересно, то, что он говорит, но я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, он говорит о том, что язык, на котором мы воспринимаем, мы читаем, даже если слова те же самые в иврите, допустим, тем не менее, значения получаются другие. Вот это святой язык. Вот это то, что я ощущаю здесь. Иначе мне трудно понять, что он имеет в виду. Почему иврит отличается от святого языка? Это вроде бы... Нет, он делает различие между святым языком и ивритом. Почему? Потому что тот же самый текст, когда ты читаешь с другими глазами, относишься к святому языку, ты увидишь другое и получаешь другое впечатление. Если кто-то иначе может объяснить, я буду рада. То есть в чём это различное впечатление, различное восприятие? Он объясняет дальше. На всех других языках, включая иврит, люди верят. То есть это другое восприятие. Когда ты читаешь снегу на святом языке, ты хочешь понять, что ты хочешь сказать, а не просто поверить. Да, хорошо, вот так произошло, я верю. Тот, кто верит в написанное, верит, что если в стихе написано, что Бог сотворил мир, и он хаотичен, значит, так оно и было, поскольку так написано. Однако тому, кто читает Тору на святом языке, ощущает свою связь с чудом. Ты читаешь, что это на том же языке, но ощущения другие. С чудом, скрывающимся за каждым словом, тому, кто относится к написанному честно, Тора говорит, обрати внимание, в каком мире ты смелезанно и получил славусь. С точки зрения философии, это противоречие. То есть он, если у меня будет прерываться, вы мне скажите, я попробую в другой среде. Мы не тут все время, как бы сказать по-русски, наезжайте на философию. Он себя не считал философом, как я говорила в выступлении, я считал правом. То есть он исходил, исходит всегда из Торы, из мудрашей, из классического понимания, не классического даже, оригинального, базового понимания Торы. А философ, у него должно быть все согласованным. Философ видит мир и хочет его объяснить. И внутри должна быть логика. И если он видит такое, что такую ситуацию, что всемогущий Бог сотворяет хаос, для него это противоречит. А для нас вообще не должно быть. Для нас это вопрос, для нас это не противоречит. Это проблема, с которой, читайте, должен разобраться на те решения, в отличие от противоречия. Решения существуют, однако требуют от читателей смелости и интеллектуальной честности. Но это не то, что нам сейчас будет давать ответы на все вопросы, он просто хочет нас расшевелить и научить задавать вопросы на каждом шагу. В процессе понимания Торы читатель проходит следующий этап. Сначала он не замечает трудных вопросов, скрытых тканей стекла. Затем, когда он осознает поразительность вопроса, он не видит ответа. И в конце концов, ответ становится для него настолько ясным и простым, что он не понимает, как не подумал ни врач. И он же не помнит свой прежний ошибочный образ смысла. В общем, этому есть примеры. И я думаю, мы увидим его в дальнейшем. Откуда же изучающий может узнать, правильное ли его понимание? Это вопрос на 100 долларов. Вот ты же задал вопрос, ты нашел у него правильный ответ, ты теперь доволен, страшно, все так просто, все складывается, как пазл. Тем не менее, может быть, ты очередной раз ошибаешься? Может быть, твой ответ, он примитивный, он неправильный, он далек от истинного значения тары? Это вопрос очень нетривиальный, очень сложный. То, что пишет Рам, свидетельством истины может быть внутреннее ощущение поразительности открывшегося ему понимания. С одной стороны, оно простое, а с другой стороны, это задевает какие-то его внутренние важные ощущения, структуры, ему вдруг есть ощущение открытия, есть ощущение поразительности, это то, что он пишет, вот это вот ощущение поразительности, открытия, откровения, может быть, оно очень необычное, нетривиальное и оно, в общем-то, является критерием истины. То есть, с одной стороны, Рам, он приводит ответы тары, ответы, взятые из мидрашей, из глубокого изучения тары, но истинное понимание, оно находится в внутреннем человеке, в каждом человеке, когда он это слышит, это близко, мне кажется, потому что я говорю о Валерии, когда ты вдруг видишь это, происходит что-то вроде откровения, он говорит, вау, да, это правда. То есть, в каждом человеке есть какой-то внутри, есть заложенная какая-то божественная искра, с помощью которой он может осознать эту истину. может быть не вся истина, это может быть частичная истина, но тем не менее одна истина. Мне кажется, тут есть даже по этому поводу некоторые замечания, сейчас посмотрим. Свидетельство, мы смотрим, проверка на истинность это ее простота. Ну, простота в определенном смысле, я думаю. насчет простоты, да, прочтем. Комментарий Равашкин-Ази во многом следует за Медражом. Мы знаем. Рав видел в Медраже способ толкования, который раскрывает внутреннее намерение писания. Ну, то есть некоторое откровение, ощущение, которое есть от этого писания. С одной стороны, Медраж, он иногда очень далек от простого смысла, буквального смысла писания. Тем не менее, Рав тут говорит, открыт простой смысл писания. Да, простой в том смысле, что он внутренне, он может быть не в точности идет за буквальным смыслом, но он оказывается простым. Он трогает человека и действительно это становится ему просто. Если ответ правильный, он не может быть другим, это, я думаю, важно прочесть. Не нужно понимать это как отрицание возможности другого истинного понимания. Однако не может быть ситуацией, в которой существует противоречие между двумя разными истинными пониманиями одного и того же отрывка писания. То есть ты осознал часть истинной, так я понимаю все это. А потом поднялся на какой-то еще дополнительный уровень, и ты видишь больше. У тебя открывается картина целиком. Может быть, ты не видишь дополнительный смысл. Каждое новое истинное понимание это еще один более высокий этаж того же здания. Такой подход противоречит некоторым комментаторам простого смысла, например, Эбенезера, который считает, что простой смысл может быть только один. Когда-то я от Рава Узиэля слышала очень красиво, он подходит ко многим областям, связанным с Тарой, с постижением Тары. его можно применять в разных областях, но в данном случае, я думаю, она тоже подходит. Он приводил пример картины. В данном случае он выбрал интересную картину «Ночная стража». Есть такая картина вибрация. И там очень много действующих лиц. Представим себе, что фокус направлен на какое-то одно действующее лицо. Девочка у него. Ты сначала видишь только эту девочку, потом угол зрения линза, не знаю, фотоаппарат расширяется, наш экран расширяется, и мы начинаем видеть других людей. Одного, второго, третьего. И с каждым следующим действующим лицом у нас увеличивается, раскрывается, обогащается наше понимание того, что вообще изображено на этой картине. Мне кажется, это очень красивая метафора, пример, который проясняет так, в общем, наше восприятие кары. Сначала мы видим какой-то маленький кусочек, и нам понятно, что нас трогаем, но потом, когда открывается все больше и больше и больше, мы видим все более широкую картину, тем не менее, она вовсе не отменяет то, что мы видели раньше. да, поскольку нет больше радости, нежели разрешение сомнения, то наша встреча с истиной приносит чувство радости. давай, Андрей, готов? Я с вами посчитаю. Только тот, кто честно подходит к написанному в Танахе, открывает для себя, что мы на самом деле привыкли не понимать написанные в Торе. Именно поэтому Тора начинается с описания творения, несмотря на то, что в этой ситуации нет для нас реального смысла, чтобы привести читателя к пониманию, что в каждый миг творец возобновляет свое творение из ничего в нечто. С практической точки зрения из этого можно заключить, что в каждый отдельный миг сущность человек уже не та, что была в предыдущие мгновения, и он должен относиться к себе так же, как и ко всей реальности, как к чему-то новому. Несоответствие между планом и реализацией это неизбежное следствие сотворения конечного мира бесконечной сущности. Этот разрыв уже принят во внимание во время творения, и с этой точки зрения творец не был удивлен тем, что творение не полностью соответствовало его плану, то есть его план, разрыв был частью его плана. Получается, как говорит Рафашкенази, на каждом стихе мы должны иметь в виду, что у всех героев был другой выбор, и они могли поступить иначе. и тогда бы вся история, сюжет писания и соответственно та реальность, в которой мы находимся, если мы вообще были бы, все было бы другим. И вот этот момент как бы разветвляющихся тропок, он начинается в момент сотворения света, и Всевышний сказал Всевышний, да будет свет, и вот здесь уже начинается бесконечное ветвение дорожек, что свет вот да, он стал свет, а все остальное там пошло кто как, и у нас есть, получается, теоретически какие-то параллельные реальности, в которых есть другие торы, может быть, потому что те бы герои сделали бы другой выбор, и соответственно люди бы жили в другой реальности, у них была бы другая тора, может такой быть или нет, или я выдумываю, не слышно нахама. Извините, я просто на каких случаях отключил звук, я не знаю, насколько это, мы можем говорить об этом, это из области ненаучной фантастики, это очень популярная тема, когда герой попадает из одного мира в другой, где там есть небольшое расхождение действительно в выборе, этих миров как бы много-много, это сегодня очень популярная такая тема фантастики. Существуют ли эти реальности или нет, в общем-принципе не важно, но они могли бы существовать, безусловно. И это надо понимать, что каждое такое развлечение, оно создает именно тот мир, в котором мы живем. А что есть в мире, как могло бы пойти иначе, это мы не узнаем никогда. Да, что было, если бы, я понимаю, на самом деле, почему в литературе фантастики это такой популярный сюжет. это очень привлекательно и часто мы сами задумываемся о том, а что было бы, если я тогда бы этого не сказал. Вообще вся жизнь была бы по-другому сейчас. Иногда бывают такие точки. Один мой, я не знаю, каждый миг является, то, что пишет Рафашкин Азия, это каждый миг это точка в литературе. Один из моих учителей утверждал, что есть базовые точки какие-то, в которых до нее как бы человек движется гладко, а в какой-то момент может произойти решающий выбор реализовать свою свободу в рейтинге. На самом деле, сама у меня нет никакого особого мнения по этому поводу, откуда оно может быть. Но, в принципе, мне кажется, что действительно это он очень хочет подчеркнуть то, что у всей материи, у всей реальности есть свобода выбора, и она влияет на то, в каком мире мы живем. И именно это действительно входило в планы Всевышнего. Он создал такой мир, в котором есть свобода воли. Это изначально определило то, что возникнут отклонения в процессе творения. Первый день творения описывает нам божественное действие по созданию мира в виде процесса, имеющего четыре этапа. Божественная воля, осуществляемая творцом в его мысли. Этот этап называется замыслом творения. планирование решения и высказывание Бога. Это этап, о котором у наших мудрецов сказано. Десятью речениям душа творим миг, перечисляет здесь. Может быть, это лишнее говорить, что есть по этому полу разногласия. В первой главе у нас есть девять лечений, и одно лечение, во второй, когда Бог говорит, сделаем ему помощника противным. Это по одной версии. И это ту версию, которая приводит не монету, но приводит здесь в комментариях. По другой версии, первое лечение это перешить. Еще до того, что сказал Бог был сверх, что там за словом перешить тоже есть, так Медраж говорит, тоже есть какое-то лечение. В общем, так или иначе все согласны, что их было где-то. Осуществление божественного плана в реальности, его практическое выполнение и разрыв между планом и осуществлением. Этот тапторе выражается словами и стало так. Это важный момент, который определяет наш мир. Когда осуществляется план реальности, обнаружится, что есть разрыв между планированием и реализацией, и черту обычно подводит высказывание выехать и стало так. Обычно мы понимаем, что стало так, стало так, как он сказал, как он запланировал. А на самом деле это относится к тому, ну, стало так, как стало, да. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Это, я думаю, так надо помнить. и последний этап это оценка. Не знаю, почему у меня здесь ошибка верстки, моя ошибка. Галочка на этот обстоятельств только попала. Последнее это божественное одобрение или оценка того, что произошло в реальности. И увидел Господь, что это хорошо. Хорошо? Хорошо это не значит адекватно или равно тому, что он запланировал. хорошо, так должно быть. Эти четыре этапа решения планирования, решения планирования, осуществления и оценка присутствуют в каждом из шести дней созидания, то есть на каждом из шести этапов передания творцом формы первичной материотворения. Давай, Андрей, теперь ты. Описание третьего дня послужит нам еще одним примером процесса, описанного выше. На самом деле, это яркий пример, который наиболее четко иллюстрирует разрез между этапами планирования и осуществления. Итак, стих одиннадцатый «И сказал Бог, да произрастит земля, это замысел, реализация, и выпустила земля. Замысел зелень, траву семеносную, реализация, зелень, траву семеносную породу своему. Замысел дерево плодоносное, производящее породу своему плод, реализация, и дерево плодоносное. Замысел, в котором семя его на земле, реализация, в котором семя его породу его. И стало так, и увидел Бог, что хорошо. То есть мы видим, да, что тут в том, что было сказано, у всех был выбор дерева, трава, земля, и каждый там что-то свое выбрал, и все это отличалось довольно сильно от того, что говорил Всевышний. Но при этом он говорит, что это хорошо. Внимательное прочтение этих двух стихов сразу проясняет существенную разницу между стихом 11, описывающим божественное повеление, и стихом 12, в котором рассказывается о результате осуществления этого повеления. Далее мы обсудим смысл этих различий в контексте третьего дня. Однако сейчас нам важно обратить внимание на само изначальное существование таких расхождений. То есть в этих стихах отражен разрыв между тем миром, который Бог хотел создать, и тем миром, который получился в действительности. Ключевые слова, описывающие этот разрыв, таковы. И стало так. Реальность не совсем соответствует Божественной воле, однако она достаточно близка к этому плану, чтобы перейти к следующему этапу созидания миров. То есть он соглашается, и вот это и стало так, это означает, что можно идти дальше. нет, нет, сказал, что хорошо. То, что стало так, это просто описание реальности. Вот, ну и стало так, как стало. А после этого он говорит, и сказал, ну, сказал Бог, и увидел, что здесь сказано, и сказал, увидел Бог, что хорошо. Стало так, это, даже не знаю, почему это у меня здесь, и стало так, это начало реализации. Как стало? Ну, понятно. А оценка это, это, то, что это стало хорошо. Что Бог говорит, что это хорошо. Хорошо, почему хорошо, если все не так, как ты запланировал. Хорошо, потому что я дал возможность материи реализоваться так, как она считает нужным. Ну, это как бы не только, я даже не знаю, как это назвать, не то, что мы хотим сказать, что обязательно у материи есть какая-то индивидуальность, может быть, и хотим, в данном случае она выступает как мечта, вся материя, все, все, что участвует в творении, от него наступает как индивидуальности, может быть, у которых есть свобода воли, то есть мир стал таким, каким он хотел быть. Может быть, тоже, как мы и сами, он в конечном итоге, не может быть, я фантазирую, сокрушается о том, что не вышло как следует, как хотелось бы, но то, что ты делал, таким ты и будешь в конечном итоге, вот что Бог говорил, ну, хорошо, так мне кажется, как вам кажется. А можно так предположить, да, что вот у него был замысел, который мы читаем, там, дерево, земля и все дела, но над этим был как бы его надзамысел в том, чтобы творение обрело самостоятельность, да, а самостоятельность это значит, что оно что-то сделало не так, и поэтому как раз видя это, что творение осуществило выбор, там проявило какую-то свою индивидуальность, и на это он говорит, и увидел Бог, что это хорошо. Да, да, я думаю, да. Ну, тут можно, да, еще есть вопрос, а в чем же тогда уникальность человека? Говорят, что наша уникальность в том, что только мы имеем свободу выбора, в отличие от всего остального созданного. Отличный вопрос, но как ты думаешь, но мы дойдем еще до этого, потому что мы увидим, как это спойлер, хотите спойлер, могу сказать, земля создает, не может создать человека, но мы видим в старе, что его создает Бог сам, таким, как он хочет. И, в общем, есть отличия между попытками создать что-то близкое к человеку, как равны принимать. тем, что Бог задает. И в чем различие? Я в свободе выбора. А в чем? В умении различать моральное и аморальное? Да, конечно. Это очень важный пункт манитур, безусловно. Потому что, в общем-то, одна из основ свободы ура, вторая это мораль. То есть, мир создан, как мы в самом начале говорили, создание мира это акт моральный, милосердие, который дает место другому, дает место миру, является некоторой моделью морального поведения, когда ты даешь место другому человеку. И это лежит в основе этого мира. И тот, кто должен этот мир внести в него мораль, носит этого, в общем-то, внести в него. Ну, а мы до этого дойдем. Можете читать, решили, тебе не. На телефоне, а у меня очень мелко на телефоне буквы. мелко, я вспомнила, да. Ну, хорошо. Разрыв между миром истинным и миром реальности. Первая глава книги Бершит учит нас, что только по отношению к свету в начале главы и далее по отношению к человеку в конце главы божественный проект был исполнен в точности согласно воле Творца. Все остальные этапы творения реализуются сами по себе. Ну, природа реализуется сама. Только частично, что создало разрыв между божественным идеалом и их реальным воплощением в природном мире. Разрыв между миром истинным и миром реальности является результатом того, что потенциал, заложенный во Вселенной, был реализован только частично. То есть это понятно, да, у меня был, у Бога был какой-то план, у Него есть на это определенный потенциал для его реализации, а если план выполнен не до конца, то еще остались нереализованные средства, не достроено, не доделано, ну так, мне кажется. Этот разрыв, почему он еще возник, потому что Творец скрыл себя с законами природы, да, если бы его присутствие в мире было полным, то никакое отклонение было бы невозможно, да, понятно? Творец скрыл себя с законами природы, которые служат для него своего рода экрана, что позволяет Творению иметь свободу выбора. Если он находится здесь в любой миг, в любой момент, я вижу, как правильно, я знаю, как правильно. Однако важно понимать, что эта ситуация несовершенства не просто является частью самого Божественного Клана, как мы сказали, а продиктованной реальностью, заключенной в нем. Характерный пример проявления этого можно найти в математическом определении констанции Пи, да, по-русски? 3, 14, 17, 97, 7. Короче, это иррациональное число, которое не только бесконечно, но оно, у него поразительное свойство есть, оно не может быть корнем никакого уравнения. Это численное отношение между радиусом и отружностью и под радиусами окружности и с радостью и под площадью группы, на которой основана вся Вселенная. то есть небольшое отступление, так, дочитаем, поскольку первый цинцун сокращения открывается в круге. Это такая классическая коммунистическая схема, которая описывает творение мира как цинцун, то есть редукцию божественного света, уход Всевышнего из какой-то части мира, и эта часть описывается как круг. Круг это чисто условно, это шар, это может быть в десяти измерениях шар, не важно. Главное, что это нечто равномерное, идеальное, круглое, в котором нет никакого направления. Там нет добра и зла, нет развития, ничего нет, все равномерно, все идеально, расстояние от центра до каждой точки, они равны. Поэтому в общем-то нет различия между различными точками этой окружности или этого шара, не важно. Это главный свой этого мира. То есть в таком мире не может быть ни развития, ничего. И теоретически свойства этого круга, они определяют свойства нашего мира. Это первый неотражён в книге «Берешит», но это каббалисты представляют нам эту картинку, чтобы мы представили себе связь между Богом и миром. Каким образом он исчезает из них. и эта связь бесконечная и неисчерпаемая. То есть это число 314, оно как бы намекает нам на связь между Богом и миром. И поскольку оно вот такое непристижимое, оно бесконечное и вообще никаким образом не может даже быть в корнем уравнении. И оно как Раф пишет, выражает несовершенство творения. Второе намёк на число пи мы находим в имени Шадай Шиндаль Кьюд, которое по своему численному значению равняется сюрприз 314. Ну она не может равняться пи, понятно, да? Но говорится, что тут не просто так гематрия, она на что к нам намекает численное значение слова этого имени Всевышнего. В этом заключена тайна имени Эль-Шадай, о котором в Талмуде говорится. Об этом сказал Рейш-Лагеш. Это то, о чём написано в книге перешит «Я Бог Шадай». Почему? Это я сказал миру «Дай», то есть достаточно. Если бы мир создавался на основе идеала, то тогда это число пи было бы равно трём, а не бесконечное трансцендентное число. И тогда бы связь была идеальная между Богом и человеком, не было бы этого разрыва. Что интересно, я не знаю, об этом пишет или нет. Нет, я думаю, что он об этом пишет. Но это можно по-разному понимать, но может быть в этом есть тоже намёк. И что в храме описывается там, когда море, который сделал, сосуд, который сделал царь Шламов, там описывается его диаметр. И они относятся с другим как один трём. Не один трём, один шестиск. А, диаметр один трём. в храме в месте контакта Бога и человека теперь неожиданно равняется трём. За что купил, за то и продаю. Это не является доказательством ничего, но это интересный факт. Аравлажкин здесь считают, что это серьёзно. Действительно, что это намёк на то, что вот эта связь между Богом человеком есть в ней какой-то элемент бесконечности, неразрешимости, непостижимости. Почему? Потому что он сказал миру достаточно. Всевышний собственно определил, в какой степени будет его присутствие в этом мире. Это связано с тайной цинцума, то есть сокращение и также с аспектом вура, мужества и ограничения. Это вура тоже один из тех, кто слышал, кто сегодня не слышал о стабилистических схемах, одна из сферот, которая отражает ограничения. Например, скоро у нас будет праздник Сукок, и мы начинаем нет, сейчас это не Сукок, подожди, это отделение, сейчас, там есть у нас такое благословение в урод, в молитвы, которую мы читаем, и там сказано «Атта Гебор Лу-Лам». Ты можешь прочесть силен, мужественный всегда, допустим, но есть такое прочтение в молитве, что ты ограничил себя, Ле-У-Лам, в этом мире, для мира. «Атта Гебор» ограничил свое присутствие в этом мире. Ну, Раф привозит пример просто из Писания, из наших мудрецов, которые говорят «Миуги, в том мужестве, тот, кто обузывает свои страсти». Миша, где же это? Это «Авут», да? «Авут», по-моему, да. Я просто не была наступать в этом. Оно в разных местах встречается, мне кажется. Но это не важно. то есть, что происходит после Шураха, нато, что происходит в момент творения мира? Творец должен был сократить себя, чтобы освободить место для своих творений. Поэтому он скрыт за экраном. Его здесь нет сто процентов. А иначе у творений не было бы собственной жизни. а все остальное это только намеки на то, что или дополнение картинки, которые мы можем себе вообразить как-то хотя бы, чтобы понять, каким образом Всевышний ушел из мира сократил или сократил себя. Есть и другие всякие схемы, но так или иначе они всегда основываются на том, что Всевышний дает место миру для самостоятельного развития. Давай, Андрей. Еще пять минут и потом мы заканчиваем. Ты должен потом уходить. Да, да. Так, и так перед нами предстает новаторская идея. У реальности, которую создает Бог, у самой Вселенной, у природы есть свобода выбора. Первый день это единственный день, когда можно увидеть полное соответствие между повелением и осуществлением. во все остальные дни мы наблюдаем больше или меньше разрыв между ними. Внимательный анализ деталей показывает, что хотя те же различия, которые существуют между первым днем и вторым, существуют также между первым днем и всеми остальными днями, представляется, что первый день является совершенно особенным, явно отличаясь от других дней. И хотя и в другие дни появляются фразы «И увидел Бог, что хорошо», в другие дни также появляются слова «И стало так», которых нет в первый день. В первый день было сказано «Да будет свет» и «Результат» и «Стал свет». На иврите это вообще идентично звучит. Текст реализации на иврите полностью идентичен по велению. То, что Творец сказал, то и произошло. В отличие от этого, в другие дни есть заметные различия между речением и результатом. «И сказал» «И стало так» выражение «И стало так» очень важно, так как оно указывает на то, что реальность, от которой требовалось достичь определенного результата, не смогла выполнить это требование полностью, а только приблизительно. Однако, результат этого процесса был достаточно близок по велению, так что Творец мог сказать это хорошо. Творение на каждом этапе достигало оптимального положения в соответствии со своими возможностями, так что можно было переходить к следующему этапу в развитии миров. В то же время на каждом этапе у реальности есть небольшой недостаток отклонения от идеала, от того совершенства, которого она должна была достичь. Этот недостаток расхождения между идеалом и реальностью называется в кабале кожурой плода, клепа. Подобны разницы между плодом и сохраняющей его кожурой. Эти расхождения, эти недостатки создают в реальности накапливающуюся недостачу. Во второй день в Творении стало чего-то не хватать, и эта недостача перешла на третий день. В третий день в Творении стало не хватать еще чего-то, и расхождение увеличилось, так как оно добавилось к предыдущему. Каждый следующий день увеличивал это расхождение, так что когда Творение подошло к шестому дню, общая недостача включала недостатки всех предшествующих дней. По этому поводу мудрецы сказали, нашли, что в Торе Раби Мейера было написано «Вместо и вот очень хорошо, и вот хороша смерть». Слова «Ощень» «Од» и «Смерть» «Мавет» похожи. Да, то в «Меод», то в «Мавет». Они похожи очень, как было в написании, и я так понимаю, что Андрею надо сейчас уже заканчивать, это действительно требует осмысления и обсуждения, почему смерть в таком случае хороша, но мы на этой точке все-таки остановимся и, может быть, продолжим с нее в следующий раз. Если есть какие-то важные замечания, я бы послушала. Ну, нет, тогда до следующего раза. Приятно, что вы все были. Спасибо вам всем. И до свидания. Секунду я сейчас даю. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.